Здравствуйте! Здравствуйте! Валентина Афанасьевна Кангарова и Евгения Шурашева. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию и рассказать, поделиться своими воспоминаниями. Сейчас мы видим эти самые кадры. Знакомы они вам? Всплывают в памяти? Да, у меня всплывают в памяти, но это было так давно. Расскажите, кому вообще принадлежала идея провести такое действительно масштабное гуляние? Я просто разговаривала с людьми. Мне сказали, что так как у жениха и невесты родители были на то время ударниками коммунистического труда, их решили отметить и организовать такую свадьбу. Пригласили СМИ всевозможные, которые на тот момент были. Было очень много приглашенных гостей. Вообще основным организатором этой свадьбы был Михаил Карпич Сучугашев. На тот момент он был директором совхоза. Мы знаем, что человек очень болел из-за своего села. И очень добрые воспоминания о нем остались у всех сельчан. Подскажите, мы знаем, что вам на тот момент было совсем немного. Два в районе двух лет. Правильно? Но тем не менее вы уже участвовали в мероприятии, были в национальном костюме. Правильно? О существовании этого фильма я была наслышана. Мне рассказывали о том, что есть такой фильм, что я попала в этот фильм. Я спросила, каким образом. Учитывая то, что мои родители были в этой свадьбе задействованы, а мой отец Владимир Афанасьевич был одним из организаторов, то девать меня было некуда. И поэтому меня нарядили и взяли с собой. Валентина Афанасьевна, она непосредственно участие принимала. Расскажите, мы знаем, что именно вы регистрировали брак молодых. Это сейчас вы в кадре? Это я в кадре. Узнаете? Когда узнали, что у нас будет показательная хакасская свадьба, то гостей появилось столько много. Во-первых, все села наши собрались. И Сартыковых, и Залсалда, Аршаново. Весь Млад, весь Стар. И были гости из Абакана. То есть были даже иностранцы, которые приехали просто к нам и, услышав... Вот она, Гайя. Да, да. Замечательные кадры. Услышав об этом, они все приехали. Рассаживать было некуда. Свадьба была у них в ограде. Но так как я работала секретарем исполкома сельского совета на тот период, регистрировала их я. Вот мы сейчас видели, что официальная церемония бракосочетания завершилась, да? И по плану после нее уже соблюдение всех традиций. Но перед свадьбой ездили выкупать невесту. Выкупили невесту, вот на лошади, и сразу в ЗАГС. После регистрации брака всех забирают, садятся на лошади. Ой, вот такая красивая тройка. Да. Вот. И едут домой. Ну, вообще по деревне делали три круга. Приехали домой, там, естественно, родители встречались с хлебом, с солью, проводили все ритуалы, которые положены по хакасскому обучению. Вот что сейчас происходит? Мы видим, что пытаются пробраться в дом невесты. Это в дом... Нет жениха? По-моему, выкуп... Нет, не выкупы, или когда украли, по-моему, мама говорила, что это съемка. Вот кто-то лезет через забор. Это уже к ней за выкупом к невесте. Обычно через забор перелазят к невесте. Видите, какие красивые костюмы? Да. На свадьбу должны были все абсолютно в костюмах. Теперь у нас были две женщины верховые, у которых была, во-первых, вся сбруя на лошади, во-вторых, они ездили мастерски, это не каждый мог, это, значит, Кангарова Поросковья Ивановна Сарожакова и Сартыкова Мария Васильевна. Вот худой лар, это самые основные сваты на русском языке, на свадьбе говори. Вот, ведущие самые. Большое везение, что эти кадры сохранились в нашем архиве. Сейчас они будут доступны жителям вашего села, да, я думаю, все с удовольствием его посмотрят, это видео. Может быть, поделитесь вашими чувствами, насколько это важно, сохранение вот традиции, и возможно ли сегодня проведение подобного мероприятия, свадьбы с таким размахом? Понимаете, такого, конечно, размаха не будет, но я думаю, что есть еще семьи, которые проводят такие свадьбы. Есть у нас. От хакасских свадеб никто не отказывается, даже это очень интересно. И это, во-первых, необычно. Вот, если, конечно, вы дадите пленку, и мы покажем в деревне, это будет огромный праздник. И многие знают себя, тут и малыши есть. О существовании этой пленки не знают немногие. Я тоже не знала. Я знала, что снимают там все это будут, а потом уже все это забыто было. Мы, в свою очередь, очень рады, что подарили вам какие-то приятные эмоции. И спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды стали героем журналистского материала гостелерадиокомпании «Хакассия», обязательно сообщите нам. Мы постараемся найти это видео, и тогда именно вы станете следующим гостем нашей студии. Увидимся.